Намик Алиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор юридических наук, профессор. Здравствуйте, Намик Мялим. Добрый вечер, Телихан. Добрый вечер. Баку четко указал, что ЕС и США разделяют ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия со стороны Армении. И, судя по всему, как мы понимаем, голос Азербайджана был услышан в Вашингтоне. И все-таки, чем Вашингтон и Брюссель намерены помочь Армении? Ну, изначально мы с Вами все отчетливо слышали, четко слышали то, что во главу повестки дня, встречи, которая должна состояться завтра, были поставлены вопросы безопасности Армении. Политический бомонд Франции неоднократно заявлял о том, что они вооружают Армению, будут продолжать вооружать, оказывать всяческую помощь для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Но звучит это в каком-то диссонансе с тем, что происходит, в принципе, на Южном Кавказе. Потому что после восстановления Азербайджана в его территориальной целостности речь пошла о мирном процессе, о подписании мирного договора. И вот в этой атмосфере, когда нужно было создавать, в общем-то, миротворческий дух, стремление к тому, чтобы стороны договорились и вышли на подписание мирного договора, раздаются голоса, связанные с необходимостью укрепления безопасности Армении, вооружения ее, оказания ей военной помощи и так далее. Что, в принципе, совершенно диссонирует с реальностью и с тем, что имеет место на Южном Кавказе. С другой стороны, мы говорим о том, что встреча, которая должна состояться завтра, она не является, точнее, инклюзивной, потому что вопросы Южного Кавказа, вопросы безопасности Южного Кавказа, они должны решаться не с одной страной. Они должны решаться с теми странами, которые находятся на этой территории, с учетом интересов всех трех стран. И поэтому здесь должны присутствовать и Азербайджан, и Грузия. И участие в этой встрече только лишь Армении свидетельствует о том, что там, очевидно, будут рассматриваться какие-то вопросы, которые, в общем-то, не отвечают очевидным интересам ни Азербайджана, ни Грузии. Это достаточно, я думаю, что факт, который свидетельствует о какой-то предвзятости тех сторон, которые организуют эту встречу и преследуют они. Мы уже, в принципе, знаем, какие цели свои, цели связаны, скажем так, с противопоставлением Армении и России, с попытками оторвать ее от России, и в конечном итоге это закончится, я так представляю, что определенным не только напряжением, но может вылиться и какой-то конфликт между двумя странами, которые ранее были союзниками и партнерами. Наибольший интерес вызывают, как вы отметили, планы по военному сотрудничеству, оказание военной помощи Армении со стороны США и ЕС. Действительно ли это может привести к нарушению баланса в регионе? И вот вы сейчас сказали о реакции других стран региона. А вы знаете, ведь сейчас сложилась удивительная ситуация, такая, которой в истории еще не было. Ситуация, когда на территории одной из стран мира оказалось присутствие одновременно России и миссии НАТО фактически. Ведь посмотрите, миссия ЕС с того момента, как там появилась конная полиция Канады, перестала быть миссией ЕС, а превратилась в миссию НАТО. А это значит, что вооружение этой миссии, изменение ее статуса, собственно говоря, те вопросы, которые предполагались, те вопросы, обсуждения которых предполагалось на завтрашней встрече, это фактически стремление продвигать, так сказать, тенденцию по укреплению этой миссии, развитию этой миссии, превращение ее фактически в базу НАТО. И вот эта попытка, она уникальна, в принципе, в истории, потому что на территории одной стороны оказывается присутствие одновременно России и НАТО. И это очень серьезный фактор, который, в принципе, является пороховой бочкой, способной взорвать мир и не только на Южном Кавказе, но и за его пределами. Ну, в целом, Азербайджан, конечно же, не боится того, что США и ЕС будут перевооружать армянскую армию. Ну, вот этот весь процесс окрыляет Армению, да, Ереван? То есть поощряет реваншистские силы внутри Армении. Этот процесс, он направлен в реалии своей, в принципе, на то, чтобы между Азербайджаном и Арменией практически не было мирного договора, сохранялась напряженность. И вот этими действиями Армения получает как бы подпитку для своих реваншистских устремлений. Ведь то, что мы наблюдали на протяжении вот этих трех лет, четырех лет после, значит, 44-дневной войны и последующего восстановления суверенитета Азербайджана, мы видели, что Армения, понимая, что у нее другого пути нет, как, значит, заключить мирный договор, как идти по пути сотрудничества со странами региона для того, чтобы как бы вписаться, интегрироваться в те экономические процессы, в то экономическое сотрудничество, которое имеет место между этими странами, и тем самым обеспечить себе возможность и экономического развития, и мирного сосуществования со своими соседями. Она получила возможность выбора другого направления, реваншистского направления своего развития, что, в принципе, по сути, отражает ее суть. Ведь Армения была создана как орудие для того, чтобы влиять на ситуацию на Южном Кавказе, влиять на соседние с ней страны, для того, чтобы пытаться, скажем так, при необходимости, использовать Армению как инструмент для разжигания конфликта. Собственно говоря, то, что мы наблюдали на протяжении десятилетий после обретения независимости. И вот сегодня, когда мы говорим о том, что происходит, это очередная попытка противопоставить Армению всем другим странам региона, и в том числе, скажем так, и России, и Ирану, и Азербайджану, и Турции, и Грузии, для того, чтобы в конечном итоге сдержать те возможности экономического развития этого региона, сдержать возможности сотрудничества и развития этих стран, и в конечном итоге войти в регион, оказывать влияние на происходящие процессы. Но все это чревато тем, что вот эта пороховая бочка, о которой я говорил, она может вспыхнуть в любой момент, и я думаю, что это никому мало не покажется, потому что интересы, скажем, крупных стран вот этого региона, они могут привести, пожалуй, и к предпосылкам для Третьей мировой войны. Спасибо большое за ваш комментарий. Нами Калиев, чрезвычайный полномочный посол Азербайджана, доктор юридических наук, к нам подключался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!